друзья всем привет сегодня у нас с вами на обзор новая машинешка появилась мод урал 432010 фантом называется внешний вид у него конечно обалденный как по описанию сказано он имеет 27 своих аддонов 27 нахуй я 27 аддонов плюс стандартный 4 вида колес может перевозить бревна 2 4 6 8 очков добавлены здесь это уже видать идет доработка его 14 мая опубликовали добавлены аддоны автокран и другие к сожалению он на ну в мастерской стима нету но он есть на ст эмоции под него ссылку обязательно оставлю давайте знакомиться будем с этой техникой тогда вот так он выглядит у нас внешний вид у него обалденный настоящий такой прям вообще 4320 он стоит его собрат типа вот младшенький наверное я так понимаю он его крупнее просто вообще на порядок прям вот реально на порядок крупнее выглядит он классно конечно брутально резина здесь дает ему тоже такой видок значит топливо у него 840 литров бак 700 литров урона заблокированный иди всегда полный привод отключаем и давайте по аддонам посмотрим 27 аддонов куда блять так это это у нас стандартные будут как в гаражной части это смотрится а ну ну да там еще столько места что может там несколько баков поставить вот у него стандартные аддоны идут тележки тележки бортовой и вот начинается отвал да ладно чё за отвал чё за прикол и чё нам с этим отвалом делали блять снег чистить что ли он рабочий даже да смотрите почему здесь а вон поднимается опускается и смысл камни толкать где-то ездить ну давай поехали так а у нас здесь на полигоне камни даже нету да никаких слушай ну если он толкает камни где-то вот расчищать дорогу может быть и прикольная фишка тогда а так я пока от него смысла от отвала не вижу смотрится может быть по по брутальнее да автокран у нас есть вот такой так автокран что нам дает вообще где он 900 литров топлива во что заливается то блять и 200 ремонтных очков да ладно кстати внешний вид с кабины анимации руля нету ну ведь ничего то кстати ведь ничего слушайте мне интересно на самом деле он заправляли для 90 литров а куда где бак то у него что-то я не врубаюсь сзади какой-то ящик есть сейчас мы еще посмотрим работает ли тут кран до 900 литров во что дружочек блять и заправляешь это не был в кран что ли в этот а вон баки да вижу он баки сзади висят и с этой стороны и с этой все понял без претензий так кран роб да слушай-ка стрела рабочие нифига себе нифига себе подождите давайте на и напор и вытащим и давайте наверное мы что-нибудь сюда маленькое поставим я не знаю что поставить урал полярник маленький да вот давай тойоту самурай поставим для интереса вот сюда ее ну-ка и чего даже они точки то есть или есть . за кайта секунду давайте будем разбираться с краном так опускается поднимается рт ничего не происходит направо налево выдвигается стрела и что нам это дает а ну разве что вот так мы можем сделать ну-ка ага херушки то куда ты едешь а блять я туплю охуеть просто охуеть и для чего это нам нужно бля вот это мото на крышу можем бедная тойота до самурай блин чем мы сейчас не сделали офигеть реально мы ее можем на гараж закинуть да вот если куда-то машину вот так перекинуть вот это прикол слушай так ладно с нам разобрались это больше как довозить видимо топлива нужно убираем вернуться уху блять мы его забыли отцепить до 10 на самурай пострадал у нас немножко автокран убираем перед до перевозимые топлива теряем так что еще у него есть здесь дальше поехали по порядку платформа с краном но это стандартный идет да она здесь нам ни к чему прицеп лесовоз прицеп лесовоз первая версия сколько он перевозит я что-то внимание не обратил два очка короткие бревна и прицеп лесовоз 2 нам нужен борт лесовоз нам нужно установить так как кто-нибудь из вас борт лесовоз видел вот он борт лесовоз ухты еще и дополнительно 1200 литров ну да вам баки здесь справа слева него по 600 литров плюс запас катабремки видимо дает охереть просто это что у нас дает тоже 1200 4 и 2 ну так не лучше поставим тогда ой стой это я прицеп опять воткнул сюда покой для подожди прицеп лесовоз 4 и прицеп лесовоз мы поставили а чем они отличаются давайте посмотрим борт лесовоз 1 куда столько делать аддона где борт лесовоз 1 или лесовоз 2 тоже 4 перевозят кстати ну я так и не понял чем они отличаются и прицеп лесовоз а ну так он перевозит у нас видимо 44 слушать а это неплохо это неплохо вот он за счет кстати он вот трехосный урал удлинил за счет этого блин это прикольная фишка жаль повторюсь мастерской стима его нету я так понимаю средние бревна у нас загружаются до 4 очка легли сюда и сюда у нас тоже тоже 4 до 44 повезли и нормально все здесь так выглядит за счет удлиненные вот этой рамы такой давайте посмотрим как он по лесу тогда идет потом с вами ты пешимся в гараж и это ну посмотрим остальные аддоны что там вешаются одевается давайте заглянем сейчас воду пройдем мы воздуханка никакой мы не ставили кстати надеюсь он не потоньку он здоровее высокий да здесь дефолтный проезжает 43 20 это я думаю тоже пройдет да на повышенный пока лезем урон немножко выхватили но нормально на повышенный из воды вылази тоже без проблем даже колеса у него прокручивается резину можно было поменять ему кстати мы не посмотрели что него по резине есть вообще стандартные увеличенные колеса цепи на колеса внедорожные ну давайте наверно внедорожные воткнем и поехали затестируем сразу грязь хотя как показывает практика последнее время что на стандартных колесах в грязи блин даже машины себя лучше ведет смотрите вот это проходим сейчас прицеп еще у нас уйдет вот это проходимость нормально ну и грязь то еще не шибко 07 в принципе терпимая такая и на повышенный ползет на автомате даже пошустрее пошел прокручиваемости колес такой нету на пониженной примерно так же как на автомате идет давайте попробуем выбраться отсюда хватит ли ему мощи нет нет это уже перебор да или вылезет вылезешь дружочек я в тебя верю мне не хочет вылазить он ладно тогда доедем своим ходом и там уже посмотрим как он у нас в горку вообще заедет ли на повышенный поехали в общем наверх нормально 07 прошел вообще на ура сейчас мне интересно как он пойдет на грязевых порогах у нас и на подъем в горку вот это тоже важный момент потому что пока по грязи мне понравилось соли ползет себе на один плюс вообще нормуль заполз 8 очков завез до заползет же фар кстати моему не включали до фары все рабочие прожектор какой-то включается ну и наш конечно же паровозный гудок так поехали грязевые пороги я хотел посмотреть сейчас еще как у него будет отваливаться там прицеп как он нырять будет урон получать ухты а прицеп то такой немножко до дурной дурной немного прицеп давайте его наверно на пониженную на порогах уж на автомате мы точно там скорее всего будем глохнуть или такое ощущение давайте с этой стороны заедем все время мы с вами там заскакивали вот первый же сейчас ямка такая будет нормой прицеп не интересно отцепить нет или он там сцепка хорошо держит подвеска работает вообще великолепно здесь смотрите прям каждое колесико смотрю он даже у нас ни разу урона не получим вообще мы спокойно здесь переехали все можем тут вот развернуться еще даже заехать и в обратную сторону может быть кочки в обратную сторону будут посерьезней на бок у нас тут не завалится смотрите на повышенный вот это мне по кайфу честно это еще одна машина которую мне наконец-то понравилось тоже из обзоров что я сейчас начал эту серию недавно делать и реально по кайфу смотрите идет только автомат давайте мы включим нет на автомате у него немножко тяжеловато здесь лучше повышенную врубать сразу мне нравится что прицеп у него не отдергивать принципе он за ним едет и норму да норму сейчас еще грязь 0 9 посмотрим сразу колю швы их вообще урона никакого не выхватили расход топлива него кстати на повышенный 26 литров на автомате не намного больше сейчас в грязи я думаю в грязь давайте все-таки на повышенный залетим здесь уже у нас 0 90 плюс 8 очков за спиной ну да здесь надо понимать что ему уже тяжко становится на автомате ползет тем не менее но еще прицеп у нас туда не спустимся воду в грязь в эту точнее не воду ну пока нормально так давай ему по нижней включим ну не хочет ползем ползет и на автомате ползет смотрите как неплохо в целом неплохо все встал да не пошел ну-ка чуть-чуть подгазовывая ему нет все как прицеп у нас только опустился воду ему уже мощи немножко не хватает ну и грязь тут 0 9 не забывайте вот лебедочкой чуть-чуть помог себе и давайте посмотрим выберется ли он у нас здесь нет не выбирается к сожалению не выбирается да тут только с лебедкой себя перед так давайте отстегнем прицеп да мне интересно как он без прицепа поедет снимаем бревна эти до без прицепа пошел на пониженный сразу причем без проблем то есть ему реально тащить тяжело в грязи прицеп мы отсюда я думаю у нас наверно все-таки выберется до выбирает смотрите здесь не уклон чуть поменьше чем на 07 было нормально хороший аппарат 4 очка свои везет вообще без проблем и самое главное топлива не смотрите сзади таких вешается 4 бака дополнительных блин ахереть просто можно так что я хотел посмотреть давайте вернемся в гараж начнем оттуда дальше по аддоном кулюш мы начали все рассматривать этот снимаем что это у нас прицеп лесовоз да мы убрали нас тут борт лесовоз убираем дальше поехали автономный лесовоз кран два очка до загружает ну что смотрится по цвету неплохо ну-ка он на самом деле два очка ли загружает посмотреть кстати и мы не посмотрели какие бревна сколько он средних штук там загружает назад давайте сейчас мы прицеп ему закинем еще один назад так прицеп лесовоза а смотри-ка с автономка он берет только да он берет он тоже только 2 очка ну давайте загрузим где значит у нас все короткие будут два очка спереди и в прицеп да тоже только короткий загружает скинуть груз по четыре средних бревна до этот по четыре коротких бренал выпадает у нас здесь так убираем прицеп убираем автономный лес кран дальше смотрим по аддонам что идет у нас прицепы посвали канистра защита кабины нужно установить у нас же не было и еще сверху 5 почему вы по порядку не сделаете защита кабины общества утилит кран подождите что-то интересное то что такое что за утилит кран выдвинуть опоры стрела рт что ли подожди а короче короче понял то есть подъехал ну блять я думал он еще будет он точно не высовывается это я понял мы например подцепили с вами какую-нибудь машину да вот так и поднимаем ей морду это понятно но я почему-то думал ну чтобы вытаскивать или поднятию из-за собой вести ну я не совсем понимаю неужели не вытаскивается вот этот кран нет этот никак у нас не хочет работать так ладно этот аддон вообще пока к сожалению нигде особо не пригождался бесполезный но он перевозит 500 ремки 400 литров топлива так защиту кабины мы установили и мы с вами остановились вот на канистрах 600 литров сразу им можно гулять здесь 300 литров охереть канистры конечно кран ставится вперед кран ставится назад вот так аупа это я понял подождите снять канистры снять защиту кабину одеть платформу на 4 очка и сюда же мы можем поставить с вами вот этот кран вот это вообще тема и 4 очка экраны везет и посмотрите сколько кстати зацепов законников вот этой сбоку идут вот это вообще по красоте реально где-то на сложных картах там было кодор каньона однако твин пикс там да на них это реально очень полезная штука будет плюс знать что еще такая фишка есть сейчас посмотрим сюда у нас загружает не в середину я думал можно ли накидать ей если б коники были чуть повыше мы бы накидали тут бревна еще даже так нахрен груз выпадает до 3 средних бревна 4 очка ну все как и положено в принципе идет так слушайте вот это с краном классно мне реально и вот эта фишка понравилась давайте посмотрим что еще здесь есть красный блять кран убираем и убираем борт лесовоз да так сейчас нам надо скинуть с вами тут бревна эти что они теперь у нас останутся подождите давайте в гараж тп шнемся обратно смотрим дальше борт лесовоза канистры кран кран 2 кунг 600 литров и 1800 теперь я понимаю откуда у него 1800 ремки тут смотрите тут 5 запасок у него лежит с запасом даже охереть 5 запасок но они он брутально конечно выглядит вот реально если довести какую-то нужно ремку кому-то топку сколько 600 литров и 1800 очков охереть так дальше мы подходим какому-то пункту цепи 80 ремонтных очков где у нас эти цепи кто-нибудь видишь а вот цепь на лесенке повисли прикольно так цепи цепи 2 еще 80 и цепи 3 еще цепи 4 даже есть цепи 4 вон все в цепях смотрите ахуле так мало цепей то где еще 56 нахер это одним аддоном нельзя было сделать куда ты столько цепей надел не понимает маячок на хрен кармост какой-то еще так цепи ладно вставляем пока топливный бак кунг нам мешает давайте снимем его и что за топливный бак насколько на 300 литров сзади встает мне интересно кстати да он плоский такой возможно даже у него оденется борт лесовоз на 4 очка одевается тот же охереть реально охереть суши он топ с собой может вести просто с дет сколько так топливный бак дальше прицеп трал 6 очков прицеп трал 6 очков и 1200 литров где да у него он канистры такие слушай-ка мне знаете в чем фишка интересно давайте так сделаем на хрен прицеп от едем еще сюда я где-то так тестировал кстати где он прицеп трал до цепляем подождите сейчас мы это изобразим секунду и и 44 и автономный без крана верну тогда не хочет он у нас я еще думал 4 поставит слушайте да мы можем так загрузить вообще прицеп трал чему-то мешать какая-то хоть и мешает лебедка может быть мы мешают а чему мешать я не понял что за прикол чему здесь мешало 6 очков загрузки и вперед еще два одеваем так выезжаем сюда сейчас мы его напрямую оставим ох сколько здесь теперь их а и подцепим с вами второй прицеп еще сейчас вы поняли да короче какую я фишку хочу замутить интересно будет ли это дело работать это мы сколько тогда можем 66 12 еще вот жаль что 4 не получается еще взять хотя можно поэкспериментировать посмотреть может быть даже все четыре возьмем заодно сейчас посмотрим какие там выпадают я так понимаю длинные три бревна должно как минимум быть там так давай смотрим нахрен грузди господи столько здесь всего 22 длинных бревна так и вот теперь хочу посмотреть как наш автопоезд будет смотреться за эту и за эту и поехали давайте подтянем поближе охереть а вот это автопоезд мы можем тут снарядить но это не для поворотов конечно же не для таких поворотов так давай ему повышенную включим это мы с вами сейчас 14 очков везем сразу охереть просто можно мы сейчас по всей длине тут растягиваться походу охередно смотри тащит тащит реально тащит я я не знаю в горку мы конечно там заедем нет сейчас в грязь то я все-таки ссоваться не буду с двумя такими прицепами давайте скриншот сделаем просто охереть и вот такой еще сверху потому что по-другому сфотографировать тут нельзя тут конечно нужно радиус поворотов большой давай на автомат перейдем может пошустрее даже поедет мне интересно сейчас больше заедет ли он у нас в горку здесь вот сейчас вид отсюда будет пиздатый прям слушай реально да реально тема рабочие блин так давай f12 охереть я такой автопоезд еще наверно не делал я где-то видел такой скриншот просто помню в этом стиме но если он сюда затащит 14 очков вот так без грязи в я это будет просто дичь вообще ну дружочек давай не подведи фантомушка так заглохли все уже не заедем скорее всего хотя нет смотри ползет ползет нет надо ему лебедкой помогать но я хочу доползти вот прям охота залезть уже а лебедку-то я перехватил дачу то я не подумал кстати говоря то лебедку да короче ладно идею вы мою поняли да как может перевозить еще тут бревна давайте снимем эти все я вот это приколюха вот это мне понравилось автономный лист кран убрать и прицеп прицеп трал убираем его тоже все так дальше давайте поддоном а подожди нам надо этот еще убрать твою подцепим немножко так а что ему то мешает подъехать а ничего не мешает я брус сам не подъехал к нему это тоже нам надо отцепить тогда чтобы не мешался здесь дальше смотрим удлиненный роспуск можно поставить на 6 так давайте во первых в гараж тп шлимси удлиненный роспуск платформа лесовоза или платформа с краном платформа лесовоза вот платформа с краном и удлиненный роспуск поставь машина 1 сука сам ты его над блин еще у нас здесь туманки кстати ставится подождите где они здесь у нас становится сразу посмотреть чтобы желтые стали просто и туманки 3 ух ты с туманками он конечно вообще по мажорному смотрится до сразу такой так давайте сложить прицеп роспуск роспуск смотрите кстати сзади такой подсвечивается до труба там какая-то идет суши угарная тачка я вам скажу прям вообще по кайфу вот реально по кайфу так сложить прицеп роспуск и загрузить ну скорее всего он длинные 6 очков до 6 очков загружает хотя ему можно смело в принципе он мощный ему смело можно будет здесь даже 8 очков загружать так нахрен груз два длинных бревна выпадает да все понятно так убираем удлиненный роспуск и что у нас по аддонам осталось поддонам по аддонам а давайте знаете что сделаем уберем кран мне вообще интересно на подъем тут а стойте нет еще же осталось этот вон где он рецепт рал мост вода мозг поставка моста платформа с краном намешает сейчас мы снимем и установим давайте подставка моста мост защита кабины туманки 2 маячок 3 ночи от вал блять канистры на 600 литров сразу ну чё мы с вами все поставим так чё с вау вот это мост здесь вот это реально мост блин слушай и как он работает так давайте изучать будем подождите убираем убираем и смотрим куриные ноги куриные ноги рт до кнопки работают это выдвигается сзади вот вот здесь опоры дальше рогатка что за рогатка опа это видимо раскладывать мост дальше подкат зад ну подкат зад это скорее всего да у моста вот эти опоры типа да вижу подкат перед соответственно такие же но спереди да он они поднимаются складываются дальше начало начало это чё-то такое пожить и середина а а вот смотрите середину складываем переходим на начало и поднимаем да вот так это примерно что ли выглядит у нас давайте до конца его опустим и теперь серединой захлопнем до конца вот теперь мы с вами поймем и закрыть подкат это у нас получается зад шлакс вот сюда и убираем куриные ноги слушать прикольно кстати вот эту идею я он серьезно говорю мне идея вот с такой постройкой мостов я вообще ее всегда придерживаюсь вот так давайте сразу отвалом еще проверим чем тут делает так как у нас он дружочек ты давай так отвал давайте снимем чтобы он нам сейчас не мешал здесь где ёбаный отвал то мы с вами сейчас мост собрали еще все отлетит блин так и давайте так вот идея вот с такой постройка мостов это была такая карта мы играли ее еще я помню перед новым годом карта реально была у матной вообще то есть я с большим удовольствием мы подъехали на каких-то там 7310 что ли там вот так же нужно было раскладывать мост то есть там бетонный стоял разрушенный мост и нужно было поставить свой мост там немножко была не такая система но похоже как давайте посмотрим как тут подвесочка у нас работает не подвеска кайф реально все крутится все вертится блять ничего не пробивает мягонько так и вот здесь я сейчас хочу мост построить здесь если не память не изменяет есть узкий участок дороги был давайте туда доедем с вами слушайте ну идет хорошо 27 литров на автомате по расходу в принципе может быть даже чуть-то но мы в принципе по хорошей дороге или мы отключить если его упадет сразу нет на падает ну не намного литров на семь лет вот здесь смотрите сейчас мы с вами построим этот мост здесь если мне память не изменяет как раз должно быть узко да вот давайте посмотрим где у нас самое узкое место вот это да вот сейчас здесь дружочек только не падай и вот сейчас мы здесь продемонстрируем вам как это дело работает я так понимаю нам надо сейчас с вами скорее всего куриные ноги мы конечно они у нас может быть даже не дотянутся до земли сейчас посмотрим ну чуть-чуть упор есть уже хорошо и теперь рогаткой мы его по идее поднимем подожди рогаткой это поднимаем но нам надо еще нам надо еще середину по да вот так вот рогатка его удерживает вот там была такая же похожая система такая же и сейчас рогаткой мы его просто опускаем туда вниз не туда вот сюда да во 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 вот так эта система работает и чё отцепляться нам в принципе смысла нету вот так эта система работает теперь рогатку мы возвращаем назад и отцепляем нахрен прицепе так понимаю да да вот наш мост готов пожалуйста посмотрите какая это охеренная тема авторы карт а кто делает карты пожалуйста на самом деле задействуйте эту штуку это реально обалденно поставили там бетонный мозг как будто вот разрушится все кто будет ворчать блять это сложно еще чего-то посмотрите сами вот это видео можете прикреплять блять 5 минут мне понадобится эх я у него забыл здесь вот разложить переднюю смотрите все мы построили с вами может сейчас поровнее даже подъеду спокойно мы с вами туда переезжаем сделать там такой типу вот ущелье бетонный мост был и я понимаю чтобы не гнать машину далеко может быть даже ее там где-то и поставить вот рядышком это 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 реальная фишка просто класс заезжаем на этот мост только поровнее нам надо заехать блять и тогда все получится да я не опустил начало блин мне сейчас просто впадлу все это опять это заворачиваться новую фишку поняли а ну все заехали заехали да и вот так спокойно переезжаем на другой машине перевозим лес на тот берег все вот такая фишка пожалуйста кто если картоделы будут смотреть замутите такую штуку ну реально шикарные же да ведь реально кайф вот за это тебе спасибо тем более да есть машины вот за это вот мододелу прям вообще респектуха такие машины нужны такие задачи нужны это реально здорово смотрится и это что-то новенького вообще в самом спинтайль сегодня так давайте ты пешимся обратно в гараж и я хотел что за тестировать вообще без всего этого снять нам надо скорость осталось посмотреть в принципе и подъем по карте сейчас прокатились вообще на пустой где у нас он вот он нет ни канистры где с где с мостом вся лабуда подставка моста все убрали можем конечно поставить вообще утилит кран нам не нужен туманки удлиненный а где был этот-то какую тучу там ремки он вез не понял подожди защита кабины утилит кран прицеп топливный бак установили цепи все установили без цепей просто никуда вообще не с цепями конечно намудрил блять жестко так сервисная тележка тележка фургон это уже пошли стандартно а где вот эта херовина на там пять колес то ее мое куда ты ее делал нахер ты так делаешь ты спрятал ее ремонтной части 800 подождите защита кабины туманки удлиненный роспуск все уже блять старый стал ни хера не вижу реально цепи кунг вот он недоступен канистры 0 1 нужно снять господи где он кунг называется да вот он у нас и что еще там нужно было снять и топливный бак жаль 300 литров ну ладно в кунге там еще больше будет там 600 литров так я так понимаю больше никакие канистры а он ставится на 300 литров наверх от ставится у нас так мы все погнали тогда наших городских такой на брутальный конечно не с цепями это здорово просто я не поймал зачем их блять здесь шесть аддонов цепи вешать вот это мне непонятно так давайте куда мы с вами тпшниться на подъем на подъем посмотрим как он залетит надеюсь если не залетит конечно мы ему снимем эту ремку и попробуем пустыми сюда заехать но я надеюсь что с ремком все таки заскочит сюда резина у нас кстати стоит внедорожный может быть на стандартный до внедорожный может здесь проскальзывать но красавчик реально фантом молодцом реально молодцом так давайте мы наверное сейчас грязь на единичку не знаю лезть не лезть давайте сразу на пороге на и на скатаемся тогда или чё нам на пороге ехать пороге мы посмотрели он их перемалывают вообще как некуда делать давайте на на проверку подвески посмотрим как поедет он у нас здесь надеюсь нигде он тут не сядет потому что машина мне реально нравится смотрите он ржавеет снизу вот это прикольно сделано надеюсь он тут нигде не сядет вот только здесь и боюсь сейчас отлично блять все я люблю эту машину реально это классный аппарат вообще так давай мы снимем эти кунги все где они у нас давай не так а давай в гараж переместимся бляха ты муха это у нас все автоматом вообще снимется они нихуя не снимется на ебал так кунги убираем канистры все убираем здесь нет такой кнопки отказаться от всего цепи туманки защита кабины нет цепи давайте оставим без цепей нельзя блять ехать согласен ну и поехали на скорость машин так резину резину давайте стандартную ставим чё да стандартную поставили и поехали тестировать максималочку с цепями блять цепи так болтаются кстати у него да прикольно так давайте без выключенного это ну без полного привода посмотрим что набирает исполнил я кстати так что то не проверял мне просто самому интересно будет ли какая-то разница 32 километра мы набрали максимум с выключенным полным приводом она повышенный чё у нас на повышенный 16 километров до 16 километров на повышенный так ну и сейчас делаем выходим на финишную прямую небольшой такой вердикт по машине машина класс особенно меня вот понравилась прям идея с мостом реально вот это классная фишка так давать полный привод и поперли 36 было да без полного до максимал очки ему добавить надо ну серьезно хотя бы чтобы 45 где-то шел 47 32 32 и без полного а те же 32 да 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 те же 32 36 путал что-то заговорились уже слушайте ну надо максималку добавлять надо ему реально не хватает он может ехать быстрее я это знаю как он по грязи здорово езд сделай хотя бы там до 45 до 47 увеличить потому что аппарат то вообще ну реально бомба просто смотрите фантом такой прям реально кайфовый аппарат очень понравился у меня и урон почему-то у нас не выхватывается ну ладно бог с ним ну что народ давайте закончим мы на этом обзор вот такого урала реально очень окайфануло от него с удовольствием мы даже сейчас поездил еще где-то урал 43 20 10 фантом хоть и 27 своих аддонов конечно половина там бесполезных типа вот этих цепей блять в одном аддоне их прописать можно и туманки тоже да но идея вот с прицепами в принципе мне понравилась и самое главное с мостом вот от этого вообще по проходимости тоже все отлично мы 0708 проходили 09 с прицепом не идет без прицепа все в полном порядке грязевые пороги перелетал вообще как нефиг делать чуть-чуть добавить еще динамики по мне я говорю чисто для себя я понимаю что это с дефолтом а ну кто любит приближенный что-то к дефолту те может быть и кайфанут а вот я бы что для себя отлично это вот до добавить скорость и немножко по аддонам прибраться здесь все спасибо за машину очень понравилось так держать продолжая в том же духе спасибо за просмотр не забываем поставить лайк реально машина огонь всем спасибо всем пока спасибо за просмотр